Анжела, добрый день. Добрый день, Анжела. Как настроение, как дела? Нормально. То, как лыжи. Смотрю, скотчем примотали. Да, большой ботинки тоже. Ничего. Ясно. Вы вообще хоть раз на роллеры гоняли? Да. То есть вы имеете подготовку и нормально себя чувствуете? Да, хорошо. Сейчас я стараюсь, чтобы не видеть этих больших роликов, что-то аккуратно. Ладно, удачи. Давайте. Спасибо. Владимир, ну что, как трассу? Расскажи, пожалуйста. Трасса рабочая. Рабочая? Не узковата? Узковата, конечно. Будет борьба. Горда. Ну вы, не знаю, не поубивайтесь на поворотах-то? Не знаю, посмотрим, как получится. Ясно, спасибо. Руслан, расскажи, как трасса? Без комментариев. Ну что, узковатая? Да, плохая трасса. Плохая трасса. Не поубивайтесь. Сейчас на поворотах здесь, на узких местах. Удачи. Как дела? Хорошо. Расскажи мне, как трасса, как твои ощущения по подготовке? Не узковатая трасса? Узковатая. Узковатая. Не разъяснится. А если будет серьезная борьба, возможно, столкновение или падение? Конечно, возможно. Тем более, будет много народа. Как планируешь, ну как бы, избежать падения? Поменьше, руками воссталкиваться и все. Ну, удачи. Миша, привет. Здрасте. Что, как трасса? Ну, трасса нормальная. Маленькая, конечно, есть неровности, но работать надо, пойдете. Ясно. Возможно ли падение и где самый опасный участок, на твой взгляд? На мой взгляд, он там в воротах. Там широкий, сразу узкий и резкий поворот. Ясно. То есть, там возможны какие-то падения? Да, я думаю, там будет самое опасное. Ясно. Регина, привет. Смотрю, готовишься к старту. Как тебе трасса? Хорошая трасса. Ну, хорошая в плане чего? Настолько она опасна. Ну, так нету подъемов, спусков. Так упрямая. Убивается спина. А так, в принципе, неплохо. Не узковатая? Ну, есть немного. Если всей толпой бежать, то не узковатая. Как планируешь, ну, как бы, обезопасить себя? Как планируешь пройти трассу, чтобы не упасть? Ну, не знаю по ситуации. Я вас смотрю на дна. Ясно. Привет. Здравствуйте. Ну, что, как настроение? Вполне. Как вообще, как трассы? Как тебе кажется, какая будет гонка? Контактная? Ну, я так думаю, что да. Считаю, все толпы. Правда уже дождать. Еще, причем, здесь повороты узкие. Ну, весело будет. Ясно. Удачи. По стрельбище что можешь сказать? Ну, достаточно хорошее, как вот солнце светит в лицо. Отличное стрельбище, мне нравится, удобное. Подъезд, уезд, все отлично. Давайте, удачи. Как настроение, как дела? Ну, ничего. Солнечная погода, все. Бой готов. Понятно. Как готовность к роллерам, к роллерной гонке? Ну, в принципе, трасса нормальная, но есть свои минусы. Там, где ямочки, там, ну, будет опасно. Ясно. Надо поосторожнее. Хорошо, удачи. Привет. Хорошо. Все, как готовность? Ну, боевая. Можно сказать, боевая, да? Понятно. Сегодня будет, ну, очень такая серьезная скоростная гонка. Как думаешь, где самый опасный участок на трассе? Где? Трещины еще или в асфальте, там, на поворотах? Понятно. Ладно, давай, удачи. Как трасса? Просто скажите два слова. Как трасса? Вот личное впечатление, как лыжник. Трасса нормальная. Все чисто, аккуратно, красиво. Ребята жалуются на трещины и на узкие повороты. Да это ерунда что-то. Ерунда? Они не катались, потому что, наверное, на руках. Они не знают, что это такое, наверное, скорее всего. Ясно. Ладно, удачи. Юки. How are you? Хорошо. Окей. Александров, Федор, как настроение? Как дела? На настроение не очень. Стрельба. Понятно. По рулерам что можешь сказать по трассе? На трассе более-менее, но круг маленький, как бы, негде догонять. Придется бегать. То есть разборки будут основаны на стрельбе, да? Да. Ясно, удачи. Максим, привет. Здрасте. Как дела? Нормально все. Что, как трасса? Нормально. Горячка сложная. Где будет основная разборка гонки? Ну, на рубеже, наверное. Более всего, от него зависит многое. Ясно. Удачи. Разминается, отлично. Алексей, тут уже все ребята, в принципе, многие прокомментировали подготовку трассы и стрельбища. Как тебе кажется, где будет основная разборка гонки? Разборка на рубеже, мне кажется. Потому что на трассе и трасса узкая, как бы, обогнать сложнее, наверное. Ну, на рубеже, я думаю. Ясно, удачи. В повороте. Тот, кто не упадет, тот и выиграет. Да. Понятно. Добрый день. Здравствуйте. Как настроение? Как дела? Настроение. Хорошо. Как вы готовы к роллерам? Как вам трассы? Ну, трассы не очень готовы, нормально. Ясно. Как вам скажется, где будет основная разборка по ходу гонки? Настребища или все-таки во время гонки? Да, потому что. Ясно, удачи. Как настроение, как дела? Дела? Более-менее настроение, боевое. Ясно. Как кажется, где будет основная разборка в гонке? Настребища или во время бега? Во время бега. А трасса не узковата для борьбы? Конечно, нет. Я думаю, рассеемся после старта. Ясно, удачи. Настроение, как готовность? Хорошо. Ясно. Какой результат будет хорошим, отличным для вас? Попасть в десятку. Отлично. Удачи. Алектина, доброе утро. Доброе утро. Как готовность? Ну так, средняя. Уже видно, что третий день. Ясно. Как готовность трассы к Стребищу? Да, вроде нормально. Средний такой. Ясно. Удачи. Спасибо. Удачи. Доброе утро. Как настроение? Как дела? Нормально все. Вы же тренер, да? Да. Скажите, какую установку сегодня давали своим воспитанникам на гонку? Главное попасть в двадцатку. Отобраться дальше. Тактика по ходу гонки, она в чем должна заключаться? Это быстрый бег или точная стрельба? То и другое. Ясно. Удачи. Доброе утро. Доброе утро. Вы, как тренер, какую установку давали своим спортсменам, что говорили, как бороться, как на рубеже, как идти? После того, как мы седьмой день в дороге, очень сложно говорить о больших победах, но общий настрой по команде существует, конечно, и поддерживаем настрой. Надеюсь, что на следующих соревнованиях более обучение будет попасть. Ясно. Как вам кажется, где со мной будет борьба? На стрельбище или во время все-таки роллерной гонки? Во время роллера будет больше. Ясно. Ладно, удачи. Брэйв. Брэйз. У тебя есть рельмот? Нет, нет. Максим Гир. Окей. Я использую рельмот. Как дела? Как настроение? Первый раз с этим копаюсь. Копаюсь. Первые круги были такой Stay Alive стайл. Будем медленно кататься и точно попасть. Стрелять. Окей. Спасибо. Удачи. Валентина. Как Вика? Валентина. Как настроение? Как дела? Оно все не бывает. Ясно. Вот вы очень опытные спортсмены, знаете как бы о роллерной гонке все. Что вы можете сказать по трассе, по стрельбищу? Очень скучная трасса. Не хватает подъемов и разогнаться где. От поворота не утишишься. Все будешь разгоняться. Да. Многие спортсмены отметили, что узковата трасса в поворотах. Как вам кажется, где будет самый опасный участок, где возможны падения? Повороты. Повороты и очень трудно здесь тормозить на рубеже. Ясно. Еще такой вопрос. Где будет основная разборка все-таки на стрельбище или на гонке? На стрельбище. На стрельбище. На гонке не получится. Ясно. Удачи. Как бы не хотелось. Понятно. Удачи. Как готовность? Гонки или вы не бежите? Я сегодня. А, вы сегодня не бежите. Тогда впечатление о вчерашней гонке, то есть о спринтах. То есть я там видел, что, по-моему, было много промахов. Я начал работать, но в целом мне очень понравилось. Интересно было. Здорово. Я заметил, что у вас очень интересный бег. Такой на сыпочках. Легкоатлетический. Да, вы бежите как легкоатлетка. Вы занимаетесь легкоатлетикой? Да, я занималась совсем недолго. Видимо, просто предрасположена какая-то легкоатлетика. Осталась. Удачи. Удачи. Павел Юрьевич. Как тренер, какую установку сегодня давали спортсменам на гонку? Какая тактика? Делать так, привыкли делать. Привыкли побеждать, значит, надо побеждать. Понятно. Так. Тоже тактика. Вот все-таки ребята говорят, что узковата трасса. То есть, основная разборка якобы должна произойти на стреббище. Как вам кажется? Так ли это? Победит тот, кто подумает своей головой, как делать все правильно. То есть, без суеты применить свой опыт, все, что мы наработали на тренировках, и сделать все правильно, и все получится. Ключен, спасибо, Дать. Доброе утро, Антон. Как дела? Все хорошо. Ясно. Сегодня будет роллерная гонка. Единственная роллерная гонка. Какая состоит задача, как пойдешь, какая тактика, стратегия? Быстро стрелять, быстро бежать. По трассе говорят тусковатый, есть пару опасных поворотов там и трещины. Как сам думаешь, насколько она опасна? На самом деле гонка очень быстрая будет и травмироваться большие шансы. В принципе, как это и в любой гонке. В принципе, даже и в кроссе можно было разглядываться. То есть надо быть поаккуратнее, не лезть на ножонку, как говорится. Валя сказал, что скучно на трассе, отсутствие подъема, спусков. Скучновато. Как самому? Мне кажется, это не было больше для зрения, чем для таких тренировок, как Валя. То есть Валя, ей надо подъем. Но мне, в принципе, тоже будет больше. Я тоже за подъем. Ясно. Удачи. Марафонные бегатели. И лыжные, и лыжные. Ясно. Вот посмотрели вчера спринты, предыдущие гонки. Как вам просто впечатление? Я думаю, в первый раз видели такое или уже? Я, в принципе, немного знаком. Но меня, скорее всего, впечатление произвело вот этот спортивный комплекс. Потому что у нас в Питере бедные легкоатлеты. В Подмосковье тренируются. Вообще фантастические условия по нашим российским меркам. Ну и ребята молодцы, которые проводят эти соревнования. Я с ними списался. Я смотрю, вот серьезные фототехники. Куда выкладывать свои фотографии? Где можно посмотреть? Ну, посмотреть я скажу, но профессионалы не выкладывают. Профессионалы публикуют для себя. Понятно. Потом выложу, когда все опубликую. Ну, то есть это на сайте Невского времени или в газете? В газете вводит материал, специальная фототема. Потом, может быть, Иван Исаев из Лыжного спортовский «Спорт.ру». Я ему как будто и фотоальбом делал, чемпионат мира по последнему. У меня на куле не было. Поэтому пригодится, не пропадется. Ясно, удачи. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok 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 DimaTorzok